МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Город, где хочется жить. Самара удостоилась дипломов международного смотра конкурса городских практик городов СНГ и Евразийского экономического союза. Заселят всех. В области сокращается количество обманутых дольщиков. Каша без топора. Мастер-класс от поваров, способных накормить настоящую армию. Самара удостоилась дипломов 8-го международного смотра конкурса городских практик городов СНГ и Евразийского экономического союза. Глава Самары Олег Фурсов награжден дипломом смотра конкурса за практику постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, за сотрудничество власти с общественными организациями, объединениями в рамках муниципальных программ развития городских сообществ и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций «Самара Многонациональная». Диплом за информационную открытость и развитие местного самоуправления получила руководитель управления информацией и аналитики администрации Елена Рыжкова. «Самарский дом молодежи» отмечен за серию мероприятий по профилактике правонарушений в молодежной среде «Советы из прошлого». Особенность смотра конкурса в том, что он направлен на выявление конкретных примеров решения городских проблем с учетом местных условий и особенностей. Важно, что реально удалось сделать городу, чтобы жизнь горожан стала более комфортной и благоустроенной. Число обманутых дольщиков за последние три года в Самаре сократилось более чем в пять раз. В разы уменьшилось количество недостроев. Сейчас их осталось только 26. Глава города Олег Фурсов встретился с застройщиками, от которых зависит судьба сотен дольщиков. Лариса Шалафаст узнала, когда строители планируют достроить проблемные объекты. Новый дом на улице Буянова должен был появиться еще в 2010-м. Но застройщик обанкротился и без квартир остались больше ста человек. Сейчас здесь ведется новое строительство и у дольщиков появилась надежда, наконец, получить свое долгожданное жилье. Застройщик готов предоставить людям квартиры на других площадках. Компаниям, которые берут на себя обязательство обеспечить квартирами обманутых дольщиков, власти выделяют специальные компенсационные площадки. Как только мы получим компенсационную площадку, мы просто проведем анализ бюджета, распределим их по очередям, либо на те свободные площадки, которые мы получим в качестве компенсации. И у людей уже будет какая-то уверенность, что где-то они все-таки свои оплаченные квартиры получат. На уже традиционном совещании по решению проблем обманутых дольщиков в городской администрации обсудили готовность объектов долевого строительства. Выяснилось, некоторые застройщики до сих пор не оформили необходимые документы и не сформировали точный список дольщиков. Некоторые компенсационные участки вообще продали, а дома так и не достроены. Сроки все время отодвигают. Мы же считаем, какая прибыль получится в итоге у каждого из участников этой программы. И прибыль там изменит сотнями миллионов рублей. Начинайте строить. Вы это можете вполне сами сделать. И давайте нам нормальный, понятный график строительства, достройки этих домов. Не конец 2018 года, а 2016-2017 год. Есть застройщики, которые справляются со своими обязательствами и готовы сдать новые дома уже к концу этого года. Глава города рекомендовал представителям строительных компаний ускорить работу. Здесь готовы помогать вам абсолютно во всем. Будь то снос гаражей, будь то поддержка в каких-то заключениях, получение субсидий, выдача компенсационных площадок дополнительных, или в решении поснятия каких-то административных барьеров. Но от вас требуем качество, выполнение сроков, повышение производительности ваших работ. С 2012 года совместными усилиями городских и областных властей удалось значительно уменьшить число проблемных объектов. Если 4 года назад обманутых дольщиков было 11,5 тысяч человек, то сейчас список уменьшился в 5 раз. Только в 2015 году введено в эксплуатацию 11 проблемных объектов. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Незаконный киоск долгие годы был камнем преткновения для жителей советского района. Мешал подойти к остановке, а рядом с ним всегда валялся мусор. В прошлом году во время предвыборной кампании люди обратились к местным властям с просьбой убрать несанкционированный павильон. Жители заверили, проблема будет решена. Исполнено ли обещание? Проверила Алина Чемерес. Вот здесь находился павильон, где продавали и торговали шурмой. Жители вот этих домов, все районы приходили с жалобами. Валентина Попова всю жизнь прожила на безымянке. Делится, чтобы родные места преобразились, не жалеет ни сил, ни времени. Говорит, только общими усилиями власти и жителей можно добиться успеха. Теперь не надо обходить киоск с шурмой, чтобы подойти к остановке. Без конца были жалобы со дворов. Жители ходили, жаловались. И грязь, и шум, и все такое. Они допоздна работали. Поэтому настояли и вот ее убрали. Слава тебе Господи. Если народ будет безмолстывать, откуда тогда вышестоящие власти будут знать проблемы жителей? Это работа каждодневная, кропотливая. Благодаря местным активистам в порядок привели и соседний участок. Сейчас вот здесь находится вход в церковь. А еще недавно стоял ларек, где торговали телефонами. Его убрали также благодаря стараниям жителей. Ларки вид портят. А вот когда их нет, прям красотища. Конечно, красивее. Во-первых, обзор туда дальше видно. Планы у жителей Безымянки-Наполеоновские будут и дальше добиваться сноса незаконных киосков на улице Победы. Делятся. Желание людей и поддержка власти помогут сделать родной советский район уютнее и привлекательнее. Алина Чемерес, Станислав Левин. События. Нерадивым управляющим компаниям не скрыть свое бездействие. К ним едет ревизор. И даже не один. Городская административно-техническая инспекция устроила рейд в советском районе. Она мониторит, как в городе ведется уборка улиц и дворов. Валерия Макарова вместе с инспекторами отправилась на проверку. Скажите, как у вашего подъезда было? У вас не пройдет. Ну вот. Вот они тут сегодня, в телевидении приехали. Вот они. Нельзя ходить. Там мы ходим, по сугробам прыгаем. Машины идут, а мы по сугробам прыгаем. Потому что вообще нечищено было. Квитанции за коммуналку приходят точно в срок. А жители, которые исправно платят по счетам, около месяца оставались без горячей воды и с нечищенным двором. За уборку снега первый раз за зиму управляющая компания ПЖРТ «Советский» взялась только накануне приезда городской административно-технической инспекции и нашей съемочной группы. Представители ГАТИ делают вывод. Управляющая компания работать может, но не хочет. И администрации района, прокуратуры, и представители ГАТИ составляются материалы по привлечению к административной ответственности, накладываются штрафы на управляющую компанию. Кто не работает, тот платит. Нерадивые управляющие компании ждут штрафы от 5 до 25 тысяч рублей. С начала зимы штрафные санкции превысили 600 тысяч рублей. А штрафуют и предприниматели, которые не убирают территорию вокруг своих магазинов. По нормам на расстоянии 5 метров все должно быть очищено от снега. Инспекторы обратили внимание на работу муниципального предприятия благоустройства. По уборке остановок общественного транспорта нареканий нет. Площадка вычищена до асфальта. Хотя некоторые замечания появились в плане оперативности. Прошло уже после снегопада порядка 8 часов. Хотелось бы, чтобы и побольше сил было у муниципального предприятия, чтобы как-то своевременно очищали территорию от снега, создавали комфортные условия. Такие рейды городская административно-техническая инспекция проводит регулярно. С начала зимы составлено 900 протоколов за ненадлежащее содержание территории и своевременную очистку крыш от наледи. Порой только такие меры заставляют управляющие компании работать эффективно. Валерия Макарова, Константин Головин. События. К охране правопорядка в Самаре подключатся управляющие компании. Глава города Олег Фурсов поручил разработать график проверок чердаков и подвалов многоквартирных домов. Также компаниям рекомендовано установить видеонаблюдение. Так, в случае кражи или нападения на жильцов, полицейские смогут быстрее поймать нарушителей. Чтобы противостоять террористической опасности, нужно усилить внимание к каждому дому, считают городские власти. На контроле подвалы и чердаки зданий. Их нужно осматривать регулярно. Для этого в ближайшее время будет сформирован специальный график проверок. Также управляющим компаниям города рекомендуют по возможности устанавливать камеры видеонаблюдения во дворах и в подъездах. Вопрос безопасности граждан, он безусловно для нас приоритетен. И здесь особую роль должны, наверное, сыграть еще и управляющие компании в поддержании этого уровня безопасности и антитеррористической защищенности. Видеокамеры на подъездах, внутри подъездов, особенно многоквартирных жилых домов, где зачастую совершаются правонарушения всевозможные. Такая мера позволит как и случаи мелкого хулиганства предотвратить и выявить, так и случаи, связанные с возможными террористическими угрозами. Особое внимание охране крупных спортивных объектов. На стадионе «Металлург» в прошлом году прошло 26 матчей. За нарушение порядка полицейские задержали больше 100 человек. В основном это представители двух молодежных группировок, которые намеренно разжигают конфликты во время матчей. Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка при проведении футбольных матчей сезона 2016 года необходимо в среде болельщиков футбольного клуба «Крыльцоветов», особенно среди несовершеннолетних, организовать профилактическую работу по недопущению и несовершения противоправных действий перед началом, в период и после проведения футбольных матчей. Глава города поручил в течение месяца разработать план мероприятий в школах и техникумах города, чтобы полицейские рассказали об ответственности за нарушение правил поведения зрителей во время спортивных соревнований. Мы готовимся к чемпионату мира 2018 года. Безусловно, от того, как будут настроены болельщики, насколько они будут интегрированы в культурную болезнь за свои команды, зависит и имидж Самары, и в целом имидж страны. Поэтому, конечно, недооценивать вот этих рисков, этих угроз мы не можем. Еще один вопрос – безопасность объектов с большой проходимостью. На территории города находятся шесть крупных рынков и больше 70 торговых центров. Контроль безопасности Департамент потребительского рынка ведет постоянно. В результате обследования было установлено, что на всех объектах существуют паспорта антитеррористической безопасности. Приказом руководителя назначены ответственные лица за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности. Также проверяется наличие средств оповещения, пожарной сигнализации, пожаротушения и наглядной агитации. Чтобы усилить безопасность в крупных торговых центрах, глава города предложил установить металлоискатели при входе в здание. Этот вопрос будет проработан с руководителями торговых комплексов в ближайшее время. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. Кто в ответе за порядок в городе и куда обращаться, если вы заметили нарушение? Об этом рассказали руководители Департамента городского хозяйства и экологии. Вся городская территория поделена на зоны, которые закреплены за конкретными предприятиями. На вверенных им участках они должны убирать снег и мусор, следить за газонами, деревьями и кустарниками, а также отвечать за сохранность объектов. Ни один квадратный сантиметр не забыт, уверяют специалисты. За порядком на дорогах и тротуарах следят работники муниципального предприятия благоустройства. Скверы в зоне ответственности спецремстрой Зеленхоза, а за набережную и парки отвечают соответственно муниципальные предприятия Набережная и парки Самары. Вся территория жилой застройки, дворы, подъездные дорожки и межквартальные проезды – это работа управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. За территорией вокруг коммерческих предприятий должны следить сами предприятия, чтобы все ответственные за чистоту и порядок вовремя и полностью справлялись со своими обязанностями, их контролируют. В части содержания зимнего рычаги есть. Это надзорный орган лица госавтоинспекции, который вправе составлять административные протоколы с нарушением правил содержания. Касается всего, в том числе дворовых проездов, автомобильных дорог, касается и наличия наледей, наличия сугробов, наличия дефектов. Этот вопрос контролирует именно надзорный орган. А по поводу именно соблюдения требований правил благоустройства в данном случае работают административные комиссии районов. С января 837 протоколов уже только было составлено по таким вот фактам. Поэтому кто-то, скажем, понимает быстрее и старается координировать свою работу, но к недобросовестным применяются меры административного воздействия. Кто спровоцировал драку и как квалифицировать преступление? В суде промышленного района приступили к рассмотрению дела об убийстве 20-летнего самарца Искандара Бердиева. Трагедия произошла в сентябре прошлого года у ресторана «Разгуляй» на улице Калинина в Самаре. По версии следствия, обвиняемый Николай Прокопчук выстрелил в парня несколько раз из карабина «Сайга». Подробности в репортаже нашего корреспондента. От видеокамер он не прячется. Обвиняемый в убийстве 23-летний Николай Прокопчук по-прежнему стоит на своем. Да, убийца он, но несчастный случай – результат самообороны. Я свою вину признаю, то, что я стрелял, но 105-ю я не признаю, потому что я действовал в защите своего друга. Эти кадры были сняты камерой видеонаблюдения, установленной на парковке возле ресторана. На записи видно, как на улице идет массовая драка. В какой-то момент Прокопчук достает из машины автомат «Сайга» и делает два выстрела в 20-летнего самарца Искандара Бердеева. Прокопчук неоднократно доставал ружье, убирал его в багажник и при всем при этом делал еще предупредительный выстрел. Он подошел, неоднократно его высказал, чтобы он прекратил избивать. После этого в руках уже у потерпевшего оказывается нож. В связи с этим Прокопчук, скажем, выстрелил в целях защиты. А вот у брата погибшего своя версия. Все от начала до конца происходило на его глазах. Во-первых, говорит Ислан Бердиев, драку начала кампания подсудимого. Просто я посмотрел в их сторону. Им, видимо, не понравился мой взгляд. Один из них к кампании подошел, ударил меня. Ну, тут и, соответственно, друзья мои кинулись. Он стрелять сразу начал или что-то кричал, что-то говорил? Нет, я смутно все это понял. Нет, он ничего не говорил без предупреждения. Просто открыл багажник, достал автомат и выстрелил. Сразу после убийства, по данным следствия, Прокопчук уехал в Ульяновск, откуда он родом. А уже через несколько дней, вернувшись в Самару, явился с повинной. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд ознакомился с материалами дела. Следующее заседание назначено на 1 марта. На нем предстоит допросить свидетелей. Всего 13 человек. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. А сейчас коротко о других темах дня. Самарская областная прокуратура объявила о назначении сразу четырех новых прокуроров. Должность нефтегорского межрайонного прокурора получил Алексей Журавлев. Ранее он был заместителем прокурора Красноярского района. Прокурором Красноармейского района стал Николай Лукьянов, который до этого занимал должность заместителя прокурора Куйбышевского района Самары. В Борском районе на пост назначен Роман Суханкин. Он 10 лет работал замом прокурора в Похвестневском районе. Должность прокурора Комсомольского района Тольятти занял Ярослав Смирнов. Раньше он был заместителем прокурора Тольятти. С 1 июля этого года всем автомобилистам придется поменять полисы ОСАГО. Такое решение принял Российский союз автостраховщиков. Бланки будут менять одномоментно, в том числе и действующие. Таким образом планируют вывести из оборота поддельные полисы ОСАГО. Водителям не придется нести дополнительные расходы. Издержки обмена лягут на плечи страховых компаний. Нелегальный игорный клуб закрыли в Самаре. Зал азартных игр располагался в помещении букмекерской конторы на улице Авроры. Как установили полицейские, доступ к нелегальным играм в клубе предоставляли с помощью компьютеров и сети интернет. Сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли мониторы, системные блоки, видеокамеры, сотовые телефоны и более 100 тысяч рублей. Организаторам клуба грозит уголовная ответственность. Россельхознадзор предлагает провести тотальную проверку молочных кухонь региона и их поставщиков. В прошлом году при проверке кухонь, где готовят питание для детей, обнаружили некачественное сырье, в том числе содержащее пальмовое масло. Всего за прошлый год в ведомстве проверили 51 образец молочных продуктов. Больше 60% из них оказались фальсификатом. Содержали не молочный жир, а пальмовое масло, причем низкой категории. 18 февраля в Самаре состоится открытый турнир по горнолыжному спорту. Соревнования пройдут на Красной Глинке. Стать участником могут все желающие. Гости турнира смогут отведать армейской каши и согреться чаем, а вручать призы победителям будет председатель Самарской региональной организации спортивное общество «Динамо», начальник главного управления МВД по Самарской области Сергей Солодовников. Теперь россияне не только по духу, но и по документам. Сегодня 13 переселенцев из Казахстана, Украины, Латвии и Узбекистана получили российские паспорта. Среди них есть и те, кто воспользовался госпрограммой по добровольному переселению соотечественников в Россию. Она позволяет получить российское гражданство в короткие сроки в упрощенном порядке. За два года действия программы в нее вступили уже больше 6 тысяч человек, в основном граждане Украины. Гражданами России по этой программе стали 1363 человека. Это неплохой результат. В целом работа в этом направлении ведется активно. Ко дню защитника студенты, повара Самарского кулинарного техникума решили приготовить подарок – изобрести новые рецепты солдатской каши. Ну и куда же без классики жанра? Стандартную гречку с тушенкой тоже не обошли вниманием. В том, что каши бывают разные, убедилась Мариана Мирная. Из пшена, перловки, гречки и даже манки можно сделать солдатскую кашу. Повара кулинарного техникума соревнуются в умении удивить проголодавшихся гостей. Ребята проявляют изобретательность. Виктор Санджиев за вдохновением обратился к историческим корням. Готовит на восточный манер фронтовая каша с кониной. У меня отец в Калмыкии вырос. Там мы в основном, они пошли от монголов. Там было все, кони в основном. Вот из них делали все. Ели это все было. Было вкусно, говорят. У Никиты Прохорова почти традиционный рецепт. Привычная гречка, лук вместо мяса шампиньоны. Юный повар говорит, полезных веществ в них не меньше, чем в тушенке. В том, что будет вкусно, кулинар не сомневается. Знает секрет. Добавить специи по вкусу, готовить как бы с душой, чтобы самому нравилось. Ну вот как бы все. На празднике в честь 23 февраля, пока ребята трудятся на кухне, младшим школьникам показывают музей, посвященный работе поваров в военное время. И демонстрируют уникальный продукт. В кулинарном техникуме испекли хлеб по рецепту того, которым кормили жителей блокадного Ленинграда. Это стандартная современная булка белого, к которой мы все привыкли. Такие буханки 250 граммов делали в годы войны. А это те самые знаменитые 125 граммов, которые выдавали людям в блокадном Ленинграде. Минимальная пайка. Инесса Монадышева в блокаду была совсем малышкой, но голод помнит отчетливо. Сейчас женщина часто встречается со школьниками и учит их к хлебу относиться бережно. Даже крошки не выбрасывать. Я через мясорубку, валиваем там котлеты или что там есть отца. У нас всегда все в пределе. Стараемся все, чтобы не отца. Потому что мы знаем, как все это тяжело достается. А уж в сельском хозяйстве тем более. Поэтому надо всегда хлеб, ребятишки, берегите. По итогам кулинарного состязания лучшую солдатскую кашу так и не выбрали. Все хороши. Все сварены от души и с добром. Повара могут с гордостью включать в свои меню новое блюдо – добрая каша. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. А теперь об экономике и финансах, которым, увы, не сладко. Вы будете смеяться, но доллар снова полез вверх. Он отыграл полтора рубля, проигранный вчера, на фоне снизившихся цен на нефть. На 18 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 77,85 рубля. Бренд дают 33 доллара 23 цента. А доллар провалился правильно – на те же полтора рубля. Честно говоря, эта скачка уже начинает надоедать. Золото стоит 3009 рублей за грамм, серебро стоит 38 рублей 42 копейки за грамм. В суды поступило 4000 заявлений о личном банкротстве, а Центробанк пытается заставить страховщиков указывать на полисе данные о скидках, положенных водителю за безаварийную езду. Страховщики, естественно, сопротивляются. А теперь время спортивных новостей. На телеканале «Самара ГИС» и Сергей Кизоркин расскажет о последних интересных событиях. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский ветеран лыжных гонок стал чемпионом мира. Армейский стрелок взял серебро на чемпионате России. Мегаладовцы готовы сразиться за титул чемпиона мира в личном зачете по мотогонкам на льду. Семикратный чемпион мира по ледовому спидвею Даниил Иванов готов вновь сразиться за титул лучшего гонщика планеты. Мегаладовцу основную конкуренцию составит его одноклубник, вице-чемпион мира Игорь Кононов. Из «Россия» на дорожке еще выйдут уфимец Егор Мошковец, москвич Дмитрий Хомецевич и его земляк действующий чемпион мира Дмитрий Колтаков. После первой официальной гонки пока лидирует первый номер турнира Колтаков на 4 очка отстает Николай Красников. Но он, как обладатель дикой карты на российском этапе, на старт не выйдет. В восьмерке лидеров, а значит шансы на победу, остались у мегаладовцев Игоря Конного и Даниила Иванова. А вот снайпер Дарья Вдовина на личном чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия не промахнулась. В олимпийской дисциплине взяла серебро. На 10 метрах мастер-международник из армейского клуба в квалификации была лучшей – 418 очков. В финале Вдовина уступила чемпионке всего лишь 0,2 балла. По золоту у мастера-международника Анастасии Галашиной из Ярославля бронза у кандидата в мастера спорта из Московской области Дарьи Болдиновой. Чемпионское золото в феврале Самарец все-таки завоевал. Камиль Бекулов в Финляндии выиграл Кубок мира по лыжным гонкам. Среди ветеранов он показал лучшее время на 15-километровой дистанции – 41 минута 39 секунд. На пятерке Самарец финишировал третьим. В более старшей возрастной группе Петр Кузнецов из Сергиевска стал четвертым. Самарец Борис Семенов в эстафете финишировал шестым, проиграв всего лишь 20 секунд призером гонки. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Чего только не придумают сценаристы ради интриги и красивой истории. Хочешь исторические события перепишут, а могут и спортивные регламенты. В фильме «Уимблдон», который сегодня вечером мы вам покажем, нарушено одно из главных правил знаменитого теннисного турнира. Женские и мужские полуфиналы идут одновременно, а не разделяются на разные дни, как положено. Но ради того, чтобы сблизить теннисиста-неудачника в исполнении Пола Беттани и подающую надежду звезду американского тенниса в исполнении Кирстен Данст, можно и не такое сотворить. Нетрудно догадаться, что романтические отношения сделают из отстающего игрока, настоящего мастера ракетки. Клише, конечно, но сам фильм веселый и очень добрый, так что занимайте места у экранов и начинайте следить за играми на «Уимблдоне» в 22.00. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до встречи.